должен лежать в AL. Правда ли? Ну нет, неправда. Потому что здесь у нас все слова будут начинаться на букву А. Потому что язык AL — это конкатенация языка из слова А и чего-нибудь. То есть не, во-первых, не пустой, там есть... Не пустой длины, там есть обязательно начало на А. А тут слово не начинается на букву А. Проблема. Поэтому не принадлежит. Ну и аналогично, не знаю, давайте еще выясним, почему ААБ принадлежит L. Да, АБ принадлежит L. Берем АБ отсюда, кидаем А слева и получаем. Так вот, что у нас получается? Если L — решение, то язык вот такой вот, А звездочка B, он входит в L. То есть мы только что выяснили, что L обязанных содержать. Просто мы их научились как бы выводить. Оказывается, это единственное решение. То есть там больше нет решения. То есть на самом деле А звездочка B — единственное решение. Мы только что выяснили, что если решение, то оно точно содержит то, что мы вот тут догадались. Другое решение, оно либо точно совпадает с этим языком, либо содержит помимо вот этих слов еще какие-то слова. Давайте сейчас докажем, почему не содержит. Докажем, что А звездочка B Предположим, у нас есть какое-то слово X. Оно принадлежит L. X принадлежит L, и X не принадлежит вот этому делу. А звездочка B. Ну, раз X принадлежит L, значит, он есть где-то слева. Надо его научиться матчить справа. Если, ну, есть два варианта. Он либо заматчился в левую часть, либо в левую, либо в правую. В правую он заматчиться не может, потому что в случае X равно B, B лежит в А звездочка B. Поэтому такой случай нам подходит. Второй вариант. X пустое. Может ли пустое слово принадлежать языку L? Конечно, не может, потому что у нас L — это объединение двух языков. Языка из непустого слова и языка, какого-то языка, сконкатинированного с символом A. Тоже будут получаться всегда непустые слова. Они будут начинаться на A. Поэтому X не может равняться A. Также X не может равняться A. Почему? Да, В или нет пустое слова, мы только что выяснили. X не может равняться A. Потому что да, надо тогда вот это было замочить в пустоту. Поэтому делаем вывод, что у нас модуль X достаточно большой. Окей. Тогда давайте смотреть. Вот нам дали X. В правую часть мы его не матчим, потому что оно большое. В модуль X хотя бы два. Два символа. В B он не замачивается. Значит, он замачился в первое множество. Как это написать? X — это A, Y, где Y принадлежит A. Теперь забавный факт. Если... Сейчас, что там у нас? Если... Слово... Так. Окей. Если слово принадлежит A звездочка B, то A слово скомпетинированное тоже принадлежит A звездочке. Вот. Бесспорно. Окей. Теперь развернем все это дело. То есть из A следует B, из B следует A. То же самое. То есть если A, B не принадлежит вот этому, значит... Не вот это. B не принадлежит A звездочке. Пользуемся вот этим утверждением. Нам сказали, что X, то есть A, Y, не принадлежит A звездочка B по предположению. Значит, Y не принадлежит A звездочке. Что произошло? Нам выдали слово, а мы по нему скрафтили слово поменьше с теми же условиями. Слово принадлежит языку, слово не принадлежит A звездочке. Все это дело можно оформить как индукцию и запустить наоборот вверх как-нибудь. Но чтобы меньше писать, если вас все-таки на Олимпиаде или на контроле попросят написать, наверное, здесь можно сказать так. Минимальный контрпример. Где называется? В чем мы говорим? Пусть X это слово минимальной длины и удовлетворяющее следующим свойством. X принадлежит L, X не принадлежит A звездочке. Дальше мы разобрали вот тут вот три случая, выяснили, что то слово минимальной длины, оно длины хотя бы 2. Иначе там не может быть коротким. А дальше мы по X скрафтили Y. X равно AY, Y, контрпример меньше получилось. Так запишем. Вот. Таким образом мы доказали, что не существует больше слов в ближайших языке L помимо тому, что надо. помимо A звездочке L. Вот. Теперь вернемся к альфа-бета. Вот у нас уравнение L равно что там альфа-эльфа-бета. Там оказывается два случая. Нам пока что важен один для автомата. Второй тоже разберем, но по почте. случай такой, что если эпсилон не матчится в альфу, значит L, ну то же самое, а альфа-зэльфа-бета есть на решение. Давайте пока-то оставим и поговорим про автоматы. Как нам это будет помогать? Сейчас мы будем составлять уравнения, смотреть на автомат, составлять уравнения, а потом их решать. Ставим даже систему уравнений. Вот давайте какой-нибудь автомат, например, не знаю, два нуля подряд. То есть у нас язык, состоящий из нулей и единиц, где встречаются два нуля подряд. Давайте нарисую сначала для него автомат. Вот стартовое состояние, переход по нулю, переход по нулю, переход по единице обратно, а тут уже все. Терминальный. Еще по единице вот так. Теперь вроде нормально. Какое регулярное выражение у этого всего дела? Кто скажет? О, как сложно. Давайте. Сначала просто сколько-то нулей и единиц, потом 0,0, а потом сколько-то нулей и единиц. Наверное, самое простое регулярное выражение, которое можно придумать. То, что вы скажете, то, что вы начинаете говорить, вроде бы тоже правильно, но и мы его, кстати, получим. По идее. Вот. Теперь давайте причем тут, собственно, языки. У нас будет три языка, три состояния. Язык X, язык Y, язык Z. Каждому состоянию будет свой язык. Эти языки будут обладать следующим свойством. Типа, это те слова, которые допускаются, если начать вот в конкретном состоянии. Мы не знаем, вот у нас элиты, где и номер состояния. Это язык слов, приводя, которые допускаются из состояния И. Вот. Ну, скажем, не знаю, вот в Z. У нас там пустое слово, например, будет, потому что если мы стартуем в Z и ничего не делаем, то мы уже в допускающем. Нормально. У нас там еще будет 0,0, например. Мы можем стартовать в Z, два раза так покрутиться и допустить. В игре какие слова лежат? Ну, например, 0. Мы стартуем в игре, приходим сюда и допускаемся. Там не лежит 1, потому что по единице мы идем как раз в X и не допускаемся. Вот. Надеюсь, понятно. Теперь давайте составим уравнение. Вот. Как выглядят слова? Давайте вот X выразим. Как выглядят слова? которые лежат в языке X. Это надо либо пройтись по единице и оказаться в X. То есть проходим по единице, оказываемся в X. Там такие все слабые ходят. Еще какие. Идем по нулю, оказываемся в Y. И, видимо, все. Круто. Давайте дальше. Y выражаем. Какие слова подойдут, если стартануть из Y? Ну, это мы по единице идем в X. Это 1X. Или по нулю идем в Z. 0Z. Что нам подойдут? Ну, точнее, в чем? Z. Такие слова подойдут в Z. Что получается? 0 или 1Z. 0Z плюс 1Z. 0Z плюс 0Z. Ну, действительно, мы либо идем по нулю, а дальше оказываемся в состоянии Z, либо идем по единице в состоянии Z, либо ничего не делаем и уже изначально находимся в допускающем состоянии. Теперь давайте решать это уровень. Какую переменную нам надо необходимо выразить, чтобы построить регулярное выражение для этого автомата? Какую из этих трех? Да, X. Почему? Да, потому что мы стартываем, действительно. То есть потенциально нам… Вот когда вы видите систему линейных уравнений, делаете там какой-нибудь метод Гаусса, то там как бы два прохода, условно, вниз и вверх. Когда вы заканчиваете проход вниз, вы узнаете значение одной переменной. А чтобы узнать все остальные значения, вам надо сделать проход вверх. То есть еще раз пробежаться по всем уравнению. Вот. На практике, ну, нам действительно, надо только переменную, только язык, отвечающий за стартовое состояние. То есть за X. Поэтому если вы так правильно организуете вот этот проход, то обратно вам не надо было делать. И вам нужно будет решить всего N уравнение. Поэтому X надо как бы наконец-то ставить. Вот. План такой. Мы берем… Ну, ладно, давайте посмотрим X как вот уравнение, которое мы хотим решать. Тут достаточно простой автомат, поэтому все случаи, наверное, только тут будут видны. Вот мы берем X. Как теперь решить уравнение относительно X? Считаем, вот X это L. Вот то, что перед X стоит, это будет альфа. А все, что остальное, будет бета. Вот. В более общем случае, как это будет выглядеть? То есть у нас там несколько переменных. У нас там X1. Это альфа 1 X1 плюс альфа 2 X2. Потом еще что-нибудь. Потом, возможно, свободный член. Как решить такое уравнение относительно X? Ну вот мы говорим, вот это L. Альфа 1 это вот то самое альфа вот из тех уравнений. А бета это все остальное. Там же нет X1. Значит, это типа уже известный пример. И тогда вот у такого уравнения какой будет ответ? Что получается? X1. Альфа 1 звездочка. И вот это вся дичь. Вот. Ну давайте. С чего начнем? Давайте, наверное, с Z. Это самое простое. Тут у нас есть два слагаемых Z. Их надо скомпоновать в одно. Потому что мы умеем решать уравнение только такого вида. Альфа на язык плюс сводный член. Как будем скомпоновать? Надо воспользоваться дистрибативностью. К счастью, объединение и конкотинация этим свойством обладают. То есть можно сконкотинировать, потом объединить, или объединить то, что осталось от общих частей. И скомпонировать. Ну тогда у нас что будет? Ноль или один Z плюс X. Вот, решаем. Это у нас будет ноль или один звездочка. Еще надо приписать эпсилон, но оно пустое, поэтому я не буду приписывать. То же самое. Вот, Z решили. Но оно и логично. Смотрите, какие слова нам удовлетворяют, если мы стартуем из Z? Ну вот точно такие. Ноль или один звездочка. Пока все сходится. Окей, Z мы выразим. Давайте теперь, не знаю, Y, видимо, выражать, чтобы X наконец остался. Ну, выражаем. Один X плюс ноль. И теперь вместо Z пишем, что уже получилось. Ноль или один звездочка. Тут Y вообще нет, поэтому даже не придется пользоваться вот той формулой. Вот уже посчитали Y. Ну, повезло. Возможно, после того, как докажем, как их решать, какой-нибудь поинтересный пример рассмотрим. И там побольше получится ответ. Окей, ну и теперь X остался. Что-то у нас один X плюс ноль и Y. Y — это вот это все дело. Ну, давайте я и напишу. Видимо так. Опять, у нас X встречается два раза. Надо бы сделать так, чтобы один раз встречался. Ну, перепишем. Что у нас будет? Один плюс ноль один. Это я вот это слагаемое забрал в эту скобку. И осталось у нас ноль-ноль, ноль-нень звездочка. Решаем X. Выражаем точнее X. Вот эта звездочка. Плюс вот это дело. Походит на то, что тут мы написали. Ну, вот хвост, да. Ноль-ноль, потом ноль-ноль. А различается первая часть. Что вы скажете про это регулярное выражение? Оно лучше или хуже, чем первое? Как вы думаете? В чем разница? Что? Да-да-да, я там в самом начале сказал. Плюс палочка одно и то же. Мы просто пишем плюс по аналогии со сложением. А, да-да-да. Вы, наверное, про это, да? Вот так. Давайте и так вон и пишем. Чего? Что? Клайн читаемости. Вот это хуже, да? Ну, понятно, да, это более логично. Зато, смотрите, вот это выражение, оно однозначно. То есть вы даете строчку, и она однозначно матчится. Потому что здесь никогда не заматчится ноль-ноль. И вот это выражение, оно вот сюда матчит первое вхождение ноль-ноль. Всегда. А вот эта строчка, она матчится по-разному. Ну, не знаю, давайте какой-нибудь пример посмотрим. Вот такой, вот в это выражение, как строчка заматчится. Ну, понятно, как. Вот первая единица, это будет первая часть, которая со звездочкой. Дальше будут вот эти два нуля обязательно. Дальше остаток. Это наш второй вариант. А здесь с таким выражением можно строчку, понятно, двумя способами заматчить. Либо взять в качестве двух нулей подряд первое вхождение и оставшуюся часть вот так. Либо второе вхождение. Иногда может быть важна, например, вам почему-то однозначность. Но в целом не особо когда. Вот. Поэтому, ну, это выражение тоже хорошее, тоже понятно. Зато это однозначно. Вот такой бонус. Но в целом мы получили одно и то же. Просто немного другими свойствами обладает выражение. Хорошо. Но поэтому, как тут все дело заключить? У нас есть автомат. Мы по автомату в каждом состоянии запишем язык, который будет означать следующее. Там будут те слова, которые допускают автомат, если стартовать из данного состояния. Пишем систему линейных уравнений. Таким образом. Каждое… Смотрим состояние. Смотрим все переходы по всем символам из него. И пишем вот такую строчку. Типа мы переходим по такому-то символу и к какому состоянию попадаем. Ну, в соответствующий язык умножаем. Конкотинируем. Вот. Если же состояние терминальное, то надо еще прибавлять эпсилом ко всему этому делу. Тут у нас, смотрите, одно терминальное, одно эпсилом. Все сходится. Вот. Получили систему уравнений. Дальше пробегаемся методом Гаусса. Вообще обычно, как вот вы там делали. Вот находим линейное уравнение, находим там переменную, выражаем. Просто раньше вы могли вычитать и делить. Здесь, к сожалению, не можем. Поэтому пользуемся просто вот этой формулой. Ну и если в явном виде вот эти все формулы написать, коэффициенты при х, при языках, при переменных, они будут из себя представлять как просто символы на алфавите. Возможно, там некоторые со звездочками, некоторые с конкатенацией. И тогда вот это эпсилон не матчится в альфа, будет всегда соблюдаться. Вот. И вы действительно можете тогда построить выражение по автомату. Вот мы так делаем. Вот. Дальше план такой. Вообще, есть ли вопросы, может, слишком быстро? Все ли понятно? Как систему строить, да? Окей, да, давайте. Смотрите, у нас три состояния, три языка. Это те слова, которые допускает автомат, если стартовать из состояния. Вот. Как понять, как выглядят слова, которые допускаются из состояния х? Ну, во-первых, давайте посмотрим, как они будут приниматься, собственно. Ну, мы можем пройти по этой стрелочке и окажемся в состоянии х. Вот таким всем путям соответствует язык какой? Один х. Конечно, да, мы проходим по единице, а дальше, ну, любое слово, которое допускается из состояния х, вот оно и есть. Как же еще может допуститься слово из состояния х? Ну, правильно. Мы можем пройти по этой стрелочке. И все такие пути, все такие слова, которые допускаются из х, и если первый ход сюда, они как выглядят? Ноль. Потому что мы идем по стрелочке. А дальше любое слово, которое допускается из этого состояния. Ну, раз мы уже в него пришли. Это по определению y. Все. Ну, и нам подходит как бы или это, или это. Поэтому объединяем. То есть пишем плюс. Вот. И если же состояние терминальное, например, вот z, то помимо вот этих всех переходов надо еще прибавить epsilon. то есть у нас как бы как будет выглядеть такое уравнение. Состояние текущее равно. Ну, а дальше вот сколько переходов по символу, столько и слагаемых. Но обычно, если у нас там автомат полный, без диалеких состояний всяких, то вот сколько символов, столько и будет тут слагаемых. И, возможно, еще плюс epsilon. Вот. Также, не знаю. Ну, хотя бы, наверное, это по-другому. Вот. Но суть такая. Составляем языки, составляем равнение, решаем. Его решать. Не, наверное, можно построить, но его, наверное, решать будет не так просто, потому что этой формулой не воспользоваться. Да-да-да, там все. Там, может, у вас что-нибудь будет такое x равно x из epsilon переходов. Там x равно. В общем, составить равнение можно, но вряд ли вы их решите. Так просто. Не-не-не, я не это имел в виду, да. Короче, видимо, их сложно будет решить. Вот. Ну ладно. Да, это все про ДК как-то. В общем, да. Вот, хорошо. Тогда какая мораль? Вот, если дан автомат, то мы можем построить систему линейных уравнений. Сейчас мы научимся ее решать, доказывать, что это единственное решение. А то мы этим, этой формулой уже сто раз пользовались. И еще посмотрим, а что происходит, если epsilon все-таки матч с аварией. Вот. Наверное, самое основное, что надо понять, это что, как по автомату строить регулярки, точнее, как уравнение, и как их решать. Вот если на эту тему пока вопрос. Окей, ну ладно. Да, потом, наверное, еще пример рассмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Давайте доказывать формулу. Ну, докажем, что альфа-звездочка бета входит в L. Мы на самом деле это более-менее уже сделали, когда альфа-это было А, бета-это было B. Вот. Ну, докажем, что если x принадлежит бета, не докажем так. Так, если x принадлежит бета, то x принадлежит L. Ну, да, действительно. Вот берем правую часть. Все слова из правой части там есть. Раз объединение, ну, значит, они в L лежат. Круто. Докажем, что x принадлежит альфа, y принадлежит бета. Значит, что получается? x, y принадлежит бета. Это мы что докажем? Мы докажем, что альфа-бета под множеством. Да, да, да. Так, ну окей. Вот нам дали x, y. Ну, просто берем. Бета под множество L. Значит, y принадлежит бета. Значит, чего написать? x принадлежит альфа. Не, не, вот так. Типа x матчится в альфа, y в бета. Значит, это. Это мы доказываем, что альфа-бета под множеством L. Так, вот это на самом деле принадлежит, получается, альфа L. Ну, логично. y принадлежит бета, значит, y принадлежит L. Значит, вот здесь y заматчится. Ну, не заматчится, конечно, принадлежит. И x принадлежит альфа, ну, значит, тоже заматчится. Окей. Вот так вот так. Вот. Ну, уже все догадались. Наверное, по индукции можно доказать примерно следующее, что если там x принадлежит альфа в катой, y принадлежит B, значит, x, y принадлежит L. Это мы доказываем, что альфа в катой бета под множество L. Ну, по индукции, опять же. Базу только что проверили, переход, ну, вот я уже его продемонстрирую. Мы как бы бьем вот это слово. У нас будет k плюс 1 альфа. А. Слово, которое разбивается как-то на альфу. Потом будет бета. Это принадлежит. Получается альфа к плюс 1 бета. Вот. То есть мы откусываем одну альфу, которая матчится вот в эту. А остальные альфы уже принадлежат, ну, точнее, а вот эта часть принадлежит L. Ну, по индукции доказали. Хорошо. Мы доказали, что неважно, какие альфа и бета, верно следующее. Верно вот это. Вот. То есть мы нашли как бы часть решений. Решение может быть в точности этот язык. Решение может быть еще какой-то язык такой, объединить какие-то слова. Но любое решение содержит точно такой язык. Окей. Теперь докажем пункт 1 этой теоремы. Что если эпсилон не матчится в альфу, значит, это единственное решение. Вот, то есть, по-русски говоря, раз мы знаем, что любое решение включает этот язык, то, по-русски говоря, мы ничего не можем добавить, чтобы не сломать вот это равенство. Так, что надо делать? Наверное, что-то такое же. Давайте опять минимальный контрпример. Пусть у нас х минимального размера, что х принадлежит L, х не принадлежит А дырочка B. Ой, альфа дырочка B. Так, ну, базу проверим уж как-нибудь. Если там х принадлежит B. Это, ну, такого не бывает. Потому что тогда х принадлежит А дырочка B. А дырочка просто пустоту раскроем, и все. Значит, х принадлежит первому слагаемому нашему, альфа A. То есть, х можно представить как YZ, где Y матчится в альфу, Z матчится, Z принадлежит A. Так. Окей. И еще мы знаем, что раз Epsilon не матчится в альфу, значит, Y не пустой. О! Y. Значит, модуль Z меньше модуль X. Ну и дальше опять пользуемся той прикольной штукой, которую я где-то писал, возможно, уже стер. Типа, если X не принадлежал А дырочка B, то Z тоже не принадлежит А дырочка B. здесь мы пользовались утверждением в обратную сторону вот таким утверждением. что если слово принадлежит альфа звездочка B, значит, альфа слово принадлежит альфа звездочка B. Только в обратную сторону. Нам сказали, что YZ не принадлежит альфа звездочка B, значит, Z не принадлежит альфа звездочка B. Окей. Ну и вот мы получили опять противоречие. Мы попросили X минимального размера с такими условиями. сам принадлежит, но не принадлежит вот этому. Получили слово Z. Оно размера меньше и удовлетворяет таким же условием. Z принадлежит L и не принадлежит альфа звездочка B. Противоречие. Опять же, базу надо проверить. Давайте я напишу, что тут была база, но мы ее не проверили. А, или проверили. Да, проверили. А, тогда не будет. Базу тоже проверили. Вот такие дела. Есть решение? Таким образом, если E не матчится в альфа, то вы смело можете решать систему просто вот такой формулы. L равно альфа звездочка B. Напомню, когда мы пишем регулярку по автомату, у нас именно такой случай. Потому что у нас вот эти альфы, беты, изначально это просто символы на переходах, которые написаны, они там никогда не описаны. Вот. А потом, когда мы будем расписывать вот эти большие формулы, дальше, то там тоже всегда будут общие, не пустые, можете проделать это и убедиться. Окей. Ну, второй случай. Что у нас там? Epsilon принадлежит Альфа. Во-первых, когда мы доказывали вот это утверждение, что альфа, бета, подмножество ответа, мы не пользовались тем, входит ли Epsilon в альфу или нет. Мы просто конструктивно их построили, собственно. Вот. Поэтому это утверждение все еще по-прежнему верно. Из этого следует, что ответ, то есть решение уравнения, это вот такой язык объединить с любым, ну, с чем-нибудь, с чем-нибудь. То есть ответ. Это Альфа, звездочка, бета. Объединить какой-то язык. Так вот, оказывается, какой бы язык вы ни взяли, не объединили, это тоже будет ответом. То есть оказывается, любого N подмножества сигна с звездочкой. Альфа, звездочка, бета, объединить с N решение. Ну, достаточно просто. Давайте как бы рассмотрим какой-нибудь элемент вот из этого А. Вот слева он есть. Как его выразить справа? Очень просто. Выражаем его вот в первом слагаемом, альфу бингим пустоту, и у нас просто получится Эль. Поэтому, да, что бы мы ни добавили, это будет являться решением. Вот такой патологический случай, но как бы, что есть, то есть. Вот. Такие дела. Тогда давайте рассмотрим пример. Если есть вопросы, можете задать. А то... Вот, любое решение. Это вот такой язык плюс хоть что вы захотите. Ну, тогда... Тогда вот это просто, сигма. Тогда вообще все слова. Ну, типа да, все слова. То есть, ну, не знаю, у вас там на Ринале что-нибудь такое было у вас там. Решение может быть просто там число, ну, или там вектор. x равно 5, 8. А может быть такое, x равно там 2k плюс 3, любого k. Вот тут та же получилась история. Если у нас альфа, типа не нулевая, нет эпсилон, то один ответ вот такой, ну, вот такой. А если эпсилон есть в альфе, то у нас такая серия ответов получилась просто. Большая. То есть вот это и еще любой язык вообще, какой хотите. Вот. Окей, давайте тогда пример. У нас, не знаю, язык, где количество единиц не делится на 3. То есть единиц не делится на 3. Давайте автомат построим. Что-то у нас по нулю количество единиц не меняется, по единице увеличивается на 1. По нулю не меняется, по единице увеличивается на 1. По нулю не меняется, по единице входит сюда. И допускающие какие состояния будут? Да, второй. У нас вот не делится на 3, поэтому 2 допускающих состояний. Остаток 1, остаток 2. Окей, у нас опять 3 состояния, 3 переменные. x, y, z. Пишем уравнение. x равно. В чем делаем? Во-первых, это не допускающее состояние, поэтому эпсила нам не подходит. Прибавлять его не будем. Дальше. Мы можем… Как выглядят слова, которые допускаются? Они выглядят следующим образом. Мы либо идем по нулю, а дальше допускаемся из состояния x. Либо идем по единице, а дальше как-нибудь допускаемся уже из состояния y. в этой строчке, если просим. Те слова, которые допускаются из состояния… ну, из нулевого состояния. Они либо начинаются на 0 и допускаются из нулевого состояния, потому что по нулю мы приходим всегда же, либо начинаются на 1 и уже допускаются из состояния 1, из y. Дальше. Как выглядят все слова, которые допускаются из состояния y? Во-первых, можно ничего не делать. Эпсилон. Дальше. Можно пойти по нулю. Мы окажемся в состоянии y, поэтому 0. Пошли по нулю. Оказались в y. То есть все слова, которые допускаются из состояния y, делятся на самом деле на три типа. Это ничего. Которые начинаются на 0 или которые начинаются на 1. Те слова, которые ничего. Это эпсилон. Пустое слово. Ничего не делаем. Вот оно. Те слова, которые допускаются и начинаются на 0. Какой язык для них подходит? Ну, вот этот. Мы идем по нулю в себя же и допускаемся из состояния y. Ну, нормально. Как выглядят слова, которые начинаются на 1 и допускаются? Ну, отсюда мы пришли сюда, значит, надо допуститься уже из состояния z. За это отвечает у нас язык z. Поэтому вот конкатенация линзов. Ну и давайте для z я напишу, не буду комментировать. Наверное, все еще и такое. Допускающий epsilon. Index. Вот, ну давайте решать. Опять же нам надо выразить x. Есть вопросы по составлению этой системы? Наверное, все уже четко, да? Да. На терротесте все должны справиться. Ну что, выражаем. Не знаю, z давайте. Хватит или нет, не знаю. Верно, нет. Но опять у нас вот здесь часть за неизвестное отвечает. А это вместе будет бета. Поэтому ответ такой 0 звездочка. А дальше вот эти два. 1x плюс epsilon. Да, смотрите, а вот как бы слагаемое можно менять местами. Там есть коммутативность, потому что это просто объединение. А вот 1x и x1 уже нельзя, потому что конкатенация не коммутативна. Поэтому я вот тут так написал, не знаю, так более нормально выглядит. Так, окей, z выразили. Давайте y выражать. Ну давайте, я пока просто напишу. Это 0y плюс 1z. Сейчас надо вот z тут приписать. И плюс y, который я даже не забыл. А, ну, z не зависит от y, поэтому здесь нет y, поэтому достаточно простое уравнение. Решаем. 0 звездочка. А дальше надо приписать вот эту штуку. Ну, приписываем. Вот, решили, выразили y через x. Ну, нормально. Осталось написать уравнение x, подставить сюда y. О, что у нас 0x. Плюс 1y. Мы пишем 1, потом приписываем ответ для y. Обычная компетенция. Так, 1. Так, 1. Вот, ну, чтобы решить уравнение, надо опять его преобразовать. Давайте преобразуем. Надо вынести x за скобку. Ну, что у нас получится? 0 плюс вот это все дело. Тут у нас будет 1 0 звездочка, 1 0 звездочка, 1. И вот это x. Вот так. И что-то еще осталось. Так, это ушло. Это ушло. Осталось вот это y и вот это y. Так, что там 1 0 звездочка. 1 0 звездочка. Вот умножил на y, но я и написал. И плюс 1 0 звездочка. Вот это дело можно упростить. Давайте это и сделаем. Это равно... Вынесем за скобку. 1 0 звездочка на 1 0 звездочка. И вот получили ответ. Почти решаем уравнение. То есть надо вот это взять с звездочкой. Звездочка. И приписать, что там получилось. Ну, я тут упростил. Вот так. Вот такой ответ. Не очень даже большой оказывается. Вот. Давайте так. Протестируем на здравый смысл вообще. Сколько это похоже на правду. Смотрите. У нас сначала повторяются блоки либо из нулей, либо из трех единиц, а посередине нулей. Нормально, да? Потому что остаток не изменяется. Хорошо. Потом мы либо встречаем единицу, потом сколько-то нулей и ничего. Это соответствует остатку 1. Либо встречаем вот эту единицу и вот эту единицу. Потом, ну, между ними опять нули. Соответствует остатку 2. Количество единиц. То есть даже похоже на правду. Причем, опять же, регулярка получилась однозначная. Она сначала матчит, ну, на самом деле справа она матчит, она матчит вот один или два, две единицы, а все остальное матчит вот в этом себе. Вот. Ну, вроде, да. Получилось даже. Похоже на правду. Есть вопросы? На этом, наверное, регулярка по автомату закончена. Можно переходить к следующей теме. Окей. Олейд. Олейд. Ой. Продолжение следует... Так, дальше мы поговорим про замкнутость регулярных языков над всякими операциями. В начнем здании вы уже начали знакомиться с какими-то операциями, там circle, префиксы, суффиксы и такое. Что у нас есть? Два регулярных языка. Мы какие-нибудь операции над ними хотим делать. Над какими операциями регулярные языки точно замкнуты? Какие-то три операции. Да, регулярные операции, нормально. Значит, что у нас там? А объединить B, AB и A звездочка тоже регулярные. Ну ладно, это по определению. А какие еще операции вы знаете, над которыми точно регулярные языки замкнуты? Ну ладно, ладно. Это, конечно, вы хорошо, что считаете домашку. Давайте попроще что-нибудь. Там, не знаю, вычитание там. Давайте пересечения. Что вы скажете про пересечения? Всегда ли A пересечить B регулярный, если A и B регулярные? Ну что, это же домашки было. У вас там, конечно, не все днешней. Да, да, да. У вас там была какая-то примерно такая домашка. Вот у вас есть там язык двоичных чисел, которые делятся на три. И язык двоичных чисел, точнее, язык бинарных последователей, где количество единиц кратно пяти. Три и пять я помню, а вот что там еще, не помню. И нужно было построить пересечение. То есть и чтобы числа делились на три, и чтобы количество единиц было кратно пяти. И что вы делали? Вы делали штуку, называется прозрение автоматов. Давайте про это поговорим. Вот у вас есть автомат для языка A. Вот там есть состояние перехода. Есть автомат для языка B. Состояние перехода. Вот прозрение автоматов, это такой автомат. У нас Q, это будет просто декартовое произведение. То есть мы одновременно будем хранить два состояния, как пару. Поэтому у нас будет QA, крест QB. Такие парочки. И автомат будет просто, функция перехода будет устроена так. Куда дали, сейчас давайте дельту. Дельту. Вот. В какое состояние дельта… Так, еще по символу С. Да-да. В какое состояние из пары А, Б, то есть А — это состояние автомата А, Б — состояние автомата Б. По символу С, куда мы переходим? Ну, понятно, в пару, где вот одновременно перешли по символу. То есть это будет дельта от… Сколько? Будет пара… Дельта от А и дельта от B. Символу С. Вот так. Вот понятно, что записал? То есть функция — это наша. Она принимает пару, где на первом месте как бы пара состояний, на втором месте символ. Возвращает пару. Вот это треугольные скобочки про это говорят. На первом месте у нас будет, как бы куда перешел бы автомат из состояния А, вот из этого. Первый автомат. А на втором месте будет то состояние, куда перешел автомат по символу С из троса, из состояния B. Вот. Такие дела. То есть что у нас получается? Квадратичный рост, как бы автомата. Ну и ладно. Окей. Что там у нас? Стартовое надо задать. Что у нас будет? Ну, видимо, S, A, S, B. Переходы, да? Терминальные. Как задать терминальные состояния? Ну, какие нам подойдут? Это те состояния, нам вообще подойдут какие слова, которые допустились одновременно и одним автоматом, и другим. Поэтому надо такие пары состояний, где оба терминальных. Ну, давайте так это и запишем. Это такие пары A и B, что A это терминальная из A, B терминальная из B. Вот. Конструкция вам не новая, там пару-тройку задач в домашке на это было, но не в этой, какой-то прошлой. Два достаточно несвязанных языка друг с другом пересекали. Вот вы как раз, скорее всего, делали что-то такое. Возможно, даже не подозревая об этом. Окей. Хорошо. Как еще можно пересекать автоматы? А, нет, пересекать-то как бы, наверное, никак. Можно ли с помощью такой конструкции объединить автоматы? Да. Вот это все дело остается такое же, а терминальное по-другому. Тут вот надо будет написать или, а не запятую, которая обычно и значит. Вот. А можно еще как-нибудь объединить автоматы? Не вот этой конструкции. Да, да, проксору еще поговорим. Вот как еще объединить автомат? Это у нас была теорема клиний. У нас там был автомат, автомат. Мы делали эпсилон-переходы. И объединяли там. Чел за нас решал, куда идти вверх или вниз, там походили, потом возвращались. Вот это терминальное. В чем плюс вот этого подхода по сравнению вот с этим? Да. А чем НК-то плохо? Да, если мы его хотим обратно детерминизировать, то да, можем взлететь. Тут всего лишь квадрат, там потенциальный экспонент. Не всегда может повезти, особенно если минимизацию забабахать. Но, да, потенциально может быть просто много состояния, которые нельзя схопнуть при минимизации. А здесь всего лишь квадратичный рост. Ну, нормально, полином. Поэтому объединять, скорее всего, проще даже так. Хорошо. Да, говорят про ксор. Как же задать ксор языков? Что такое вообще ксор языков? У нас есть язык А и Б. Ксор. Языков. Это какие слова? По-другому, пожалуйста. Так, есть сколько в дом? Окей. Вы тоже самое хотели сказать? Хорошо. Как это записать? Ну, ладно. Наверное, я справлюсь. В принадлежит А и В не принадлежит Б или наоборот. Вот. Как задать ксор языков помощью такой же конструкции? Ну, надо переделать терминальное состояние. Остальное все будет то же самое. То есть смотрите, чем хороша конструкция. Она как будто параллельно вычисляет, параллельно запускает два автомата, вычисляет двух автоматов, помнит сразу оба состояния. И вот про терминальное состояние можно вообще все, что мы хотим сделать. Например, да, это как раз сейчас надо писать А и В, те, что А принадлежит ТА, В принадлежит ТБ и на Б. Да вообще, все это из всего этого. Если у нас есть Н языков, есть какая-то НР-ная бульва-функция, как-то на это, видимо, В степени Н стрелочка В, то вот такой автомат, ой, точнее, язык, прожденный вот этой функцией, давайте его как-нибудь назовем, это такие слова В, что В от принадлежит А1 то есть мы берем, ну, условно, перебираем все слова, пишем, вот, подставляем функцию следующего выражения, принадлежит ли В первому языку, второму и так далее. И вот если функция, ну, этот фильтр такой сказал 1, то кладем наше слово в язык. Так вот, если у нас есть если у нас есть Н языков, есть бульва-функция, то вот этот язык регулярный. Точнее, если вот эти языки регулярные, бульва-функция, то язык регулярный. Как это делать? Но опять же, делаем произведение автоматов, только теперь, ну, не двух уже, а Н. Тут будут достаточно большие такие длинные строчки, ну, конечной длины, понятно. То есть, как бы, состояние нашего автомата это кортеж из Н состояний вот этих автоматов. Дальше. Переходы, ну, по понятной формуле делаются аналогично. Стартовая из стартовых состоит. И осталось терминальное. Как выбрать терминальное, чтобы все работало? Ну, те, на которых функция срабатывает, собственно. их и обозначаем терминально. Вот и все. Тогда для языка будет автомат, он будет распознать нужный нам язык. Вот. Поэтому к сортам, следствия, любой вашей функции, непонятно зачем, можно вот это делать. Вот. Хорошо. Окей. Про пересечения поговорили, объединения поговорили. Что там еще? Дополнение. Регулярно ли дополнение? Да, это просто. То есть берем, инвертируем терминальное состояние тоже регулярно. Вот. Тогда, если нам какое-то слово принималось, то оно не будет приниматься. Потому что, как бы, раньше было терминальное, перестало терминальное. А если оно не принималось, то есть было сигма, ну это, что оно включается, звездочка минуса. Если оно было здесь, оно не принималось, поэтому вот этот путь принятия автомата заканчивался вне терминального. Оно стало терминальным, оно будет приниматься. Ну, наверное, теперь вы знаете, почему вычитание тоже регулярная операция. Как ее выразить с помощью вот этих всех? Чего-чего? Да. А, пересечь, В. Тоже регулярная операция. Смотрите-ка. Регулярная мы доказали и доказали. Хорошо. Что у нас там еще есть? Истории про гомоморфизм. Так, про эти достаточно простые истории есть ли вопросы? Я пока стирать не буду. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, еще истории про гомоморфизм. Пусть фи гомоморфизм... Это что у нас такое? Ну, такое, что фи от альфа-беты, но фи от альфа, фи от бета. Но вообще гомоморфизм это не только... Сегодня мы это слово услышали. Это вообще такая операция, которая согласована... Точнее, такая функция, которая согласована с рогеврической операцией. Какая тут у нас операция? Ну, это у нас конкатенация. Там образует она структуру хорошую. Вот. И надо такое, чтобы у нас... Вообще, если у нас есть код символа, то это гомоморфизм. Потому что пусть у нас фи нулевое, она будет принимать алфавит, возвращать какую-то строчку. Мы такое на кодировании делали, когда символы бинарные виды преобразовывали. По символу на кодирование. То тогда можно составить вот этот самый гомоморфизм следующим образом. Он уже из слов в словах. Следующим образом. Фи от строчки c1 и далее cn. Просто по определению зададим фи 0 от c1. Конкатенация фи 0 c2 и 3. Ну, тогда, когда мы вот рассмотрим фи в какую-то строчку, припишем к ней другую, то, ну, понятно, вот это равен собой эту понятию. Вот, хорошо. Тогда, это история про гомоморфизма, тогда, если а регулярный, то фи от а тоже регулярный. Тут просто, что такое фи от а? это по аналогии с образом функций при множестве. Это такие игроки, что игрок равно и от x, где x и второе утверждение фи в минус первое от а тоже регулярно. и минус первое. Это следующее. Это такие иксы, что от x плюс z ну вот, 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 определенное дал, как бы, типа, перебирайте все иксы, точнее, все строчки, те, которые подошли, ну, кидайте, то есть, вообще без проблем. Это такое обозначение, фи минус первое. Это прообраз. Всегда, прообраз существует всегда, да, как в нолице. там проблемы с обратным могут быть именно в функции, когда вы там по точке хотите однозначно определить, откуда она пришла, но нам пофигу, нам вообще любая подойдет. Вот, так что да, прообраз скажется всегда. Вот, ну, ну, давайте докажем первое. Вообще, зачем это, собственно? Давайте лучше пример посмотрим. Ну, кроме очевидных, банальных, что, типа, берем язык, берем гоморархизм, что получится регулярное, можно доказывать нерегулярность языков. Каким образом? Вот у нас есть утверждение. Давайте его перевернем. Если фи от а нерегулярный, значит, а нерегулярный. Вот. Давайте с помощью этого утверждения ничего не докажем. Например, мы знаем, что язык а веный, б веный нерегулярный. Это у нас будет а. Давайте докажем какой-нибудь, что какой-нибудь другой язык тоже нерегулярный. Например, вот такой. а веный, б в катой, с, н минус кат. Вот этот, нерегулярный. надо придумать гоморфизм, чтобы воспользоваться вот этим следствием, прийти к этому языку и все, и победить задачу. да, с заменяем на б. То есть, делаем твой гоморфизм. Ну, ф нулевое надо задать, понятно. У нас а в а, б в б, а вот с тоже в б. Тогда фи от а, это что? Это, да, веный, б веный. Нерегулярный. Вот пользуемся с вами. А веный, б веный нерегулярный, значит, то, что было до этого, нерегулярный. Ну и пример на вот это, сейчас надо подумать. Наверное, надо вот это. А в два веный, б в два вен. Наверное, тупой пример, и так можно доказать полемия о разрастании. Сейчас надо придумать такой гоморфизм, чтобы фи в минус первой было а веный б веный. Какой фи, чтобы фи в минус первой от а это а веный б веный? Нет, тут у нас только а и б. А, б во второй. Да вроде наоборот, вроде надо а наоборот дублировать, кажется. Типа, а отображаем в аа, б в б. Я там потом поменял просто вот так. А два веный, б веный. Тогда вот так. Тогда, если у нас была строчка, ну, короче, понятно, фи в минус первая это вот такой, вроде, логично. Вот, тогда что происходит? Нерегулярный язык, значит, то, что было до этого, вот этот, он тоже нерегулярный. То есть, утверждение полезное, оно и в одну сторону работает, и в другую. Давайте докажем. Первое уж совсем будет просто. Так. Продолжение следует... Так. Ну, понятно, будем автомат преобразовывать просто. Вот у нас есть автомат для такого языка, надо построить автомат для такого языка. Ну, что, вот у нас было там состояние какое-то, перешли по символу С в какое-то другое состояние. Ну, что у нас делается с автоматом? Состояние пока оставим, то есть, это А, это А. Ну, вместо С надо будет написать Фе-Ц. Собственно, все. То есть, если раньше слово принималось такое, то есть, там где-то в пути было ребро С, значит, в нем должно быть ребро вот такое. Ну, вот оно и есть. То есть, точно такой же путь допуска допустит слово из Фе-Та. То есть, слово, соответствующее вот этому при гоморфизме Фи. Да, это вы правильно сказали. У нас, оказывается, есть теперь два, как бы, два, две причины быть недетерминированными. Ну, во-первых, у нас Фи от С может быть пустое. Никто не запрещает. Вот, поэтому может появиться Эпсинут переход. Окей, нам на самом деле не важно. Во-вторых, у нас там может быть такая ситуация. Переход сюда, сюда. И Фи от С это 0,1. Фи от Д это, ну, 0,0. Тогда у нас будет недетерминизм. Мы не будем знать по первому символу, куда идти. Ну, третье, что хочется сказать. У нас же тут все-таки переходы по символам. Почему это мы тут за бесплатно так строчку пишем? Что вы на это ответите? Ну, да, да. То есть если у нас там переход по, ну, как раз давайте, 0,1 напишем, это на самом деле переход по нулю в какое-то вот новое состояние, которое будет чисто промежуточным. И переход по единице вот это. Поэтому в нашем случае здесь у нас действительно будет что-то такое. Два перехода по нулю, а потом по единице и по нулю. Вот, автомат будет недетерминирован. Но мы знаем, что это то же самое, что и детерминированное. Поэтому язык будет регулярный. И обратно. Гомофизм. Так, что у нас происходит? Наверное, что такое же. У нас вот был какой-то автомат, будем строить для фиг-минус первого. Состояние те же. И мы хотим примерно следующее. Если у нас слово допускалось, точнее, если фи от там, W допускается, то же самое, что вот здесь вот W допускается. Вот. Мы вот это хотим. фи от C. тогда давайте просто посмотрим, не знаю, фи от C. Фи от C1. Вот у нас стартовая. Посмотрим, куда он придет. По строчке фи от C1. Ну, вот в это состояние. Значит, здесь мы по символу C должны оказаться в этом состоянии. делаем такой переход. То есть смотрите, вот в исходном состоянии мы запускаем, скармливаем строчку фи от C1, то есть от первого символа, от кода первого символа. Смотрим, куда он пришел, а вот в нашем состоянии, в нашем автомате, который мы строим, пишем переход по символу C вот в то состояние. По C1, да. Ну и так переберем все состояния и все символы. То есть берем C2, опять стартуем из стартового, куда-то приходим по фи от C2. Сюда пришли, ну значит переход сюда по C2. То есть перебираем все состояния и все символы. Вот. Таким образом, если фи от W допускалась, а это значит, что его можно разбить вот на фи от какого-то символа, конкретенация фи от какого-то символа и так далее, значит тот же самый путь вот в этом автомате, ну не тот же самый, соответствующий ему путь в этом автомате тоже его допустит. Ну и в обратную сторону. Понятно. Не отпускалась, не допустила. Вот. Видимо. Кажется, доказали. То есть что у нас получается? Помимо регулярных операций, оказывается, мы замкнуты относительно еще кучи других. Достаточно естественных тоже. Пересечения, вычитания, дополнения и два прикольных сгоморки. Вот. Также вот мы, конечно, проговорили про пересечение, ой, про произведение автоматов. Вот. Ну да. Окей, тогда есть ли по этому вопросу? А, уже три. Про минимизацию, видимо, не успею. В общем, в общем, ладно, еще по плану, по идее, был алгоритм минимизации zen-logen. Вот. Но в целом он нужен только для бонусной лавы. Вот. Так что да, наверное, можете почитать в виде конспекта. Там, на самом деле, хорошо написано, что я не думал, что так долго буду это рассказывать. Вот. Ну ладно. На сегодня все. Спасибо.